Дорогие братья и сестры, мир вам! Присядьте, пожалуйста. Благодарение Богу за возможность, которую Он предоставил каждому из нас в этот воскресный день быть в хорошем доме, в самом лучшем месте. Благодарение Богу за жаждущие сердца, которым, я верю, принадлежите вы и я. Так сложились мои обстоятельства. Я имею возможность сегодня быть в служении родной церкви. Очень рад видеть, вчера с хором встречались, знакомые и уже больше незнакомые лица. Реальность жизни такова, те, с кем раньше больше общался, они переселяются в другую страну, в страну вечности. Приходят новые люди, но сегодня мы здесь, в Божьем доме, и без длинных вступлений передают приветы, не буду называть имен, я хочу прийти к Божьему Слову. И прежде чем читать определенное место и другие библейские тексты, ну так, скажем, должно, принято, есть правила гомилетики, которые я сегодня чуть-чуть буду, может быть, нарушать, я назову тему моей проповеди, тема, которая для меня является непростой. Я верю, что это слово, которое хочу передать, оно от Господа. И заранее могу предположить, что не все люди, присутствующие здесь, и те, кто смотрит, согласятся с моими выводами. Мы достаточно критичны, мы наблюдательны, в смысле, наблюдаем за другими. Наверное, так должно быть. И вместе с тем, надеюсь на вашу внимательность, надеюсь на ваше сердце. И я хочу, чтобы вы услышали мое сердце. Тема моей проповеди – не ошибиться бы с благодатью. Согласитесь, само это выражение заставляет нас немножко напрячься. Что мы будем слышать, что мы будем иметь в виду. Как я сказал, может быть, сегодня проповедь моя, мое слово. Думаю, что я не вложусь в первой части и во втором соблужении продолжу. Может быть, это отличаться. Есть правила вступления, изложения, заключения, вывод. Но вместе с тем, все эти правила, они людьми писались. Когда Христос был здесь на земле, Его проповедь была разнообразной. Написано, Он проповедовал. В других местах Он благовествовал и учил. Именно эти два глагола стоят вместе. То есть, передача Благой Вести была не оторвана от последующего учения. Христос тут же учил людей. Причем, Его способ, Его манеры передачи, они были такими разнообразными, очень разнообразными. Они, ученики Христос, ходили по земле. Христос часто использовал окружающие какие-то предметы, природу, обращал внимание учеников на все это. Вот они идут, цветы, лилии полевые, такие красивые. Он говорит, посмотрите на лилии. Они, лилии, они не трудятся, не придут. Но говорю вам, что Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. И я представляю, как ученики, которые, возможно, были не очень внимательны к природе, есть люди разные по характеру, другие восторгаются красотой творения. Да, некоторые проходят мимо, и вдруг они посмотрели на эти лилии. «Слушай, так Соломон же одевался так, что никто из других царей близко рядом не стоял. А оказывается, вот эта лилия, она превосходит». Слушай, ты чего мне тогда, простите, нашим выражением париться, о моей одежде уже такой? Оказывается, есть какая-то другая красота. А потом они идут, птицы полетели. Христос говорит, взгляните на птиц небесных. Они так раз в голову, я представляю. Ну, птицы летят, подумаешь. И опять Он говорит, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но Отец Небесный питает их. Господь не хочет сказать, что вы будете ленивыми, не делайте, нет, не работаете, нет. Он хочет сказать, доверяйте Небесному Отцу. Ну, слушайте, если столько птиц, и они находят пропитание, и Бог что-то посылает, братья мои, сёстры, не оставит никогда нигде нас наш Господь. Но, когда Он говорил, Его проповедь действительно отличалась. Мы вернёмся потом ещё вместе с вами. Я, имея возможность в этой первой части, понимая, что время всё-таки ограничено, хочу поделиться, почему эта тема легла в моё сердце. Каждый проповедник уверен в подобном положении находится, когда мы думаем, молимся, ищем Слово от Господа, что передать. Мы руководствуемся определёнными посылами от Господа. Мы также реальностью жизни руководствуемся. Например, если мы находимся на брачном пире, то мы говорим, если есть возможность, мы говорим соответствующую тему о семье, о верности, о любви. И когда мы находимся на похоронах, мы говорим о смерти, о готовности к переходу. На праздник жатвы мы говорим о жатве, а на Рождество мы говорим о Рождестве, то есть естественно. Так вот, может быть, это мне немножко будет и больно. И я думаю, что многие из вас, особенно в первом собрании, люди более старшего возраста, вы были рядом со мной, когда были мои переживания. В этом году, 24 апреля, то есть 24.04.2004 года, вот такие цифры, вот такая комбинация, случилась трагедия моей жизни, и я потерял жену. Признаюсь, 15 лет. Юбилей нехороший, но... И вот эта дата или эти события как-то побуждают меня, что тут скрывать, повлияли. То, что произошло, оно коренным образом повлияло на мою жизнь, оно встряхнуло меня, оно повернуло меня, мне думается, я снова и снова вспоминаю слова одного из служителей, который приехал и сказал, да, Сергей, твоя жизнь отныне разделится до и после. Вот как до и после. Наверное, у каждого есть свои переживания, когда мы теряли, присутствующие здесь сестры, хранили своих мужей или детей. Каждый по-своему реагирует. Может быть, моя ситуация была какая-то особенная, или я по характеру такой допускаю и это. Очень болезненно все это было воспринято мной, я кричал, я ставил вопрос, я не соглашался, я говорил, Господи, почему? Я чувствовал себя преданным. и что-то скрывать. Мои друзья и до этого, и после этого не все порой были столь верны. Порой кто-то из них выбирал такую позицию, я понимал, он должен меня защитить, а он принимал позицию, чтобы отношения с другими не испортить или еще что-нибудь. Ну, люди предают, даже друзья предают, правда? Но мы более легко это воспринимаем, я уверен, потому что мы смотрим на них как на людей, мы сами такие. Но когда тот я так был, да и сейчас уверен, самый лучший друг и вдруг почему? Наверное, я неправильно мыслил до этого, но мне так думалось, что со мной такого не должно произойти. Были откровения, предупреждавшие. Я так, оно, в общем-то, и получилось, что все-таки не я же ушел. Я как-то отвергал, решила обо мне, что моя кончина должна наступить. Как я сказал, все это заставило меня очень сильно пересмотреть мое богословие, мои отношения. Я так благодарен все-таки Богу, моему Богу. Я никогда не слышал Его так, как в ту пору Он остался, Он был, Он есть, и Он будет самым лучшим другом. Но я говорил, Боже, а почему? И первое время Бог ясно говорил, не задавай этих вопросов, не задавай. Я не соглашался, как я не буду задавать эти вопросы? Но они мне спать не дают. Как я могу? Не задавай. Потом прошло какое-то время, и Бог заговорил и на эту тему. И не воспримите то, что я скажу, как что-то большее, чем есть. Я не думаю, что я какой-то особенный человек, я не думаю, что я достиг цели, я по-прежнему ищу, стремлюсь, ревную, я все еще далек от совершенства, но что сказал Бог? Я делился с братьями, думаю, что это не новость. вот многие мои слуги думают, что они войдут в мою славу, но они туда не войдут. Они жизнью своей не подтверждают верности мне во всем. тебя я захотел ввести в мою славу, и потому повел таким путем, и потому захотел тебя встряхнуть. И как я сказал, я начал пересматривать. Но послушайте, опять же нескромно звучит, но старший пастор крупнейшей церкви Белоруссии, и я думаю, не только Белоруссии на тот момент, но и сопредельных республик. Епископ, старший епископ динамично развивающегося братства. На тот момент количество церквей, входящих в наш союз христиан-вери евангельской, было больше, чем и баптистов, и католиков, были на втором месте православная церковь, и потом мы. И власти вынуждены были всерьез считаться с теми нашими заявлениями, что ли, или, может быть, не совсем заявлениями, нашими желаниями. Мы собирали служителей, мы ставили цели открыть новые церкви. Церкви открывались, было непросто, законодательство менялось, но мы старались. И с точки зрения любого человека, особенно той стороны, где я сейчас живу, все соизмеряется твоим карьерным успехом, твоим каким-то авторитетом или твоей высотой, вроде преуспевающий человек, не правда ли? Что еще нужно? Господи, так я же, вот, кажется, ну, с твоей помощью, ну, вот мы здание такое построили, и люди говорили, где вы деньги взяли? О, у вас наверное заграница. А, заграница помогало, но... В общем, было что и сказать, и показать. Но Бог ясно показал, это не твое. Бог многие вещи стал показывать, на которые я раньше не обращал внимания. И потом уже, если вы помните, я думаю, я так считаю, что немножко менялся потихоньку, и стилили направление моих проповедей. Я с братьями говорил, братья, давайте, мы молились, мы искали, многие вещи, которые мы делились, были результатом не рассуждений наших, не споров наших, не выяснения каких-то наших взглядов, а результатом поиска Божьего лица. Об о чем мы потом не говорили? Это было все-таки я верю от Господа. и то, что произошло потом в моей жизни, да, я думаю, вот эти события, события апреля 2004 года, они подтолкнули меня к принятию этого решения, потому что я уже, чтобы как-то куда-то, может быть, уехать, что я все-таки переживал, думал, взвешивал, не находил себя тем, кем так мне понималось и хотел видеть меня Бог. Но и там, и здесь я снова и снова обращаю внимание на слово и я благодарен Богу, что Он, живой Бог, по-прежнему говорит нам. Оставляя вступление, теперь вы поняли, может быть, чем вызвана тема и еще добавлю, тем, что Минская Церковь Благодать, конечно же, по-прежнему остается дорогой моему сердцу. Конечно же, по-прежнему и нервнодушен я к тому, что здесь происходит и понимая, что, наверное, мои поездки, я, в общем-то, не так редко бываю в Беларуси, согласитесь, наверное, с других людей, уехавших, я чаще всего бываю. Но мои обстоятельства, мое служение не позволяют мне чаще, я вижу, что будет реже, один Бог знает, и, может быть, кто-то, присутствующий здесь, сегодня меня слышит, и больше мы никогда с вами не увидимся, и потому вы слушаете сердцем своим. О самой благодати, наверное, больше будет речь во втором собрании, а сейчас деяния апостолов, 10-я глава, 5-6-й стих. В 10-й главе книги «Деяния апостолов» речь идет о одном офицере Центурионе, или, как здесь в фенодальном переводе, сотник по имени Корнилий из полка итальянского. Удивительный человек, удивительный человек, язычник, человек, который по своей нации, казалось бы, был далек от Бога, но Библия дает такую характеристику, я думаю, что такую характеристику я и каждый из нас хотел бы иметь. вот второй стих сначала «Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Бог». Послушайте, вы можете сегодня сказать такие слова о любом христианине, о любом члене церкви? Благочестивый, боящийся Бога не только сам, со всем домом своим, творивший много милостыни, то есть добродетель была и всегда молившийся Бог. Что еще нужно, имея такую характеристику? А чего-то не хватало. Корнили не знал и Христа. Корнили не была возвещена истина о благодати Божией. Корнили жил добропорядочной жизнью, но как человек о нем здесь мы только эти слова читаем, но он имел определенные согрешения, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Так Писание говорит. И потому Корнили очевидно, судя по последующим словам, если бы не принятие потом Иисуса, то не вошел бы в то место, не вошел бы туда, о чем мы говорим как спасение, полное спасение. Смотрите, 5-6 стих. Ангел, явившийся Корнилию, говорит, «Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Остановим наше внимание на этом втором полустейши. В синодальном переводе это выражение имеет место. И даже если бы, я думаю, не было бы такого места здесь, в этом синодальном переводе, подобные слова мы можем сделать как вывод из всего контекста Нового Завета, из всего евангельского Духа. Корнилию нужно было услышать слова, которые не сами слова его спасут, а весть о спасении. Когда он ее примет, когда он поступит в соответствии, он спасется. И мы уверены, я уверен, что так в конечном итоге и получится, когда мы будем там в небесах, мы встретимся с ним. Он и его дом, ему чего-то не хватало, он должен был что-то услышать. У меня вопрос, вот эти, это выражение меня заставляет напрягаться, думать, ты услышишь слова, которыми спасешься. Подождите, подождите, значит, есть такие слова, которыми я не только не спасусь, а потеряю спасение. Есть такие слова, которые просто ведут меня в некое заблуждение. о, как важно слышать правильные слова, как важно внимать тому, что говорится и кто говорит. Все это приводит нас в рассуждение, в понимание того, что мы слушаем в последний наш период жизни, информационные вбросы, возможность слышать, видеть. Вы знаете, трансляция, интернет, по всему миру люди моментально узнают, люди выбирают кого слушать. Как я сказал, предполагаю, что к концу может быть кто-то не согласится, предполагаю, что кто-то может быть наоборот. Мы сразу делаем вывод, потому что наша человеческая природа говорит, как природа афинян. Они, афиняне, и живущие в них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как слушать что-нибудь новое, новое, интересное, приятное, полезное. Вот, кто стоит источником вести, что человек говорит. И то же самое и я, где-то через интернет, слушая, наблюдая, какие проповеди звучат, церкви благодать, много гостей. И я так возвращаюсь к выбору. И мне тоже хотелось прийти, как гость, который принесет что-то такое вкусное и приятное. Не знаю, как сейчас, в пору моей, ну, скажем, молодости, не совсем, мы ходили в гости и брали торт. От хозяина требовался чай, а мы с тортиком. Вкусно, но не полезно. Может быть, гость другой может говорить так, а если я чуть-чуть, Слово Божие, верю, услаждает нас, оно вкусное, но оно не только вкусное. Слово Божие, как меч, как меч, обоедорострие, Слово Божие, как огонь, который порой нас жжет, и мы ощущаем и переживаем. Выбор слова, выбор вестника, выбор того, что мы слушаем. Во второй книге царств, в 18-й главе, описывается интересная ситуация, очень интересная ситуация, когда Давид был гоним собственным сыном и Авесолом поднялся против него, когда было сражение, и в этом сражении солдат, защищающих Давида, и тех, кто был на стороне Авесолома, и в этом сражении был поражен Авесолом. Давид дома остался, его не взяли на войну, если так выразиться. Давид находится и ожидает вести. Очень напряжено сердце. И два человека, которые под рукой у Ява, военачальника, командовавши той битвой. Один это Ахимас, сын Садоков. Он говорит, я побегу, разреши мне, я побегу, я скажу добрую весть царю. А Ява говорит, но ты сегодня не придешь с доброй вестью. Не беги, останься. Хуси, ты пойди. Ахимас говорит, ну, все-таки, все-таки я хочу. Ну, хочешь, беги. И Хуси пошел, наверное, по такой обычной дороге. Ахимас, по прямой линии, без дороги, вперед, легкий на ноги. и сторож на кровле, Давид у ворот, вестник идет, быстрой походкой, значит, это вестник. Всматривается, кто это? Ахимас. О, это человек хороший. Он придет с доброй вестью. Какая-то репутация сложилась у Ахимаса, что он приходит с доброй вестью, и люди, люди знали, что сам он по себе такой. А потом дальше идет еще. обогнал Ахимас Хусия. И тот идет, а это тоже вестник, и тоже с вестью, но уже непонятно с какой. Приходит Ахимас, интересуется Давид, как? Он говорит, Господь предал, суд твой совершился. Ну, радость. Но Давид говорит, а с сыном моим что? Ну, там было какое-то волнение, ну, недосказанность. Правда, но не полная. Весть приятная, но не однозначно обширная, не несущая всей полноты. И приходит Хусии и говорит все, как есть. Скажите, какую весть мы бы выбрали? Мне лично приходилось, к сожалению, быть вот таким вестником, который когда-то принес жене другого брата, погибшего, весь о его смерти. Я помню реакцию. Я помню, как, представьте себя сами. И другая сторона, уверен, что вы были в такой ситуации, когда вам кто-то приятное, доброе говорил, слушайте, целовать хочется, не глядя на пол. Ну, пришел человек и говорит такую весть, которую ты ждал, хотел, радостную весть. Ой, молодец! Так хорошо, что ты мне это сказал. Но человек просто передал то, что есть. И в конечном итоге ведь нам что нужно? Нам нужна какая-то приятная, но не полная правда? Или нам нужна реальность? Я хочу о спасении говорить. Братья и сестры, я хочу говорить о нашей будущей жизни, о нашей вечности. Я хочу говорить. И что тут скрывать? Как я сказал, мы слушаем, мы внимаем, и нам однозначно, мне и всем нам нравится позитив, положительная вещь, заверяющая нас, удостоверяющая нас, вдохновляющая нас, приносящая нам какой-то подъем, и мне так хочется, чтобы в конечном итоге я верю, знаю, какая бы тема Божьего слова не излагалась, у Бога всегда есть выход, и будет подъем, потому что Бог живой, Бог, и Он работает со своей церковью. Но вот это грань. Еще один момент, мне тоже хочется на него обратить ваше внимание, это когда два царя, израильские и иудейские, согласились идти, израильский царь, это был Ахав, он говорит, ромов галатский, наш, и надо пойти, забрать, и приглашает Иосифата вместе царя иудейского, и тот говорит, я как ты, твои люди как мои, твои кони как мои, идем, а потом говорит, слушай, давай Господа спросим, давай Господа спросим, очень правильное, очень, на мой взгляд, разумное решение, а есть и тут пророки, ах, говорит, вот там в третьей книге царства, в 22 главе, события описанные, говорят о том, как легко впасть в зависимость, как легко быть попущенным Богом, когда ты потерял с Ним связь и пользуешься лишь только мнением других людей. Собрал царь израильский 400 пророков, не написано что-то здесь, что они ложные, написано просто пророков. Это значит, что эти люди говорили от имени Бога. 400 человек, и на вопрос идти ли на ромов-галатский, они все говорят, иди, и Господь предаст в руки царя. А Исафат, интересно, какое-то очень уж положительное большинство, очень уж какое-то настораживающее, что-то он почувствовал, ну, говорит, а есть ли еще здесь один пророк Господь? Пророк. Ну, говорит, есть. Так интересно, говорит, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его. А чего ты не любишь? А он никогда мне пророчествует доброго. Только плохое говорит. Слушайте, зачем мне такой пророк? Мне же хочется доброго есть. А он, как только встретимся, о чем это говорит? О том, что у них были моменты, и 400 пророков говорили раньше, и Михей раньше говорил. Были, он уже знал. Почему-то мы понимаем, знающие Библию, почему Бог попустил Ахава, и Бог попустил этих людей. Я даже не Ахаве, его жизнь заслуживала того, что он и пожал, а я о этих 400, об этом удивительном согласии, об этом удивительном единодушии. И этот один, который говорит, я ничего не скажу, кроме того, что скажет Бог. Я ничего не могу сказать другого. Приходят посланные, потому что в конечном итоге пришли и говорят, пошел звать Моисея, говорил ему, вот, речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно словам каждого из них. Из реки ты доброе. Ну, присоединись к большинству. Интересная вещь, братья и сестры, демократия. Большинство, мы понимаем, что такое демократия. Бережимин Франклин, один из президентов Соединенных Штатов, очень четкую дал характеристику демократии. Это говорит, решение по большинству за людьми. Это когда два волка и одна овца принимают решение, что мы будем кушать на обед. Методом большинства там никто не давит, там нет тирании, нет диктаторства. Просто по голосованию большинством, что мы будем кушать на обед. Вот это называется демократия. Что я хочу сказать, братья и сестры, мы люди, мы ориентируемся на мнение людей, конечно же. Мы смотрим как большинство, все так. Если все так, то почему я выпадаю с этой обоймы? Потому что есть другая крайность. Это опасность сектанства, опасность одиночества гордого и надменного. Все такие, я другой, только я знаю, только мне открыта истина. и такое имеет место. И мы способны, ну если люди все, ну они же умные, вспоминаю картинку, с работы иду, очередь выстраивается, зачем-то выбросили что-то, неважно что, раз люди стоят, значит что-то, и я остановлюсь, и мне что-то перепадет, потому что пока замедлю, это уже не нынешнее время, когда имея деньги, есть все, что купишь, там выбрасывали. Мы под влиянием толпы, но это неправильно. Братья мои, это совсем неправильно. Я очень хотел бы, чтобы в наших рассуждениях, я еще чуть-чуть продолжу, в наших рассуждениях мы четко понимали, нам нужна истина, которая иногда не поддерживается большинством, которая может быть не всегда и в неком гордом одиночестве, потому что когда-то Илья кричит, я остался один, и моей души ищут, а Бог его успокаивает, говорит, не переживай, семь тысяч я соблю, но они не преклонили колен предвалом. У Бога всегда есть верные люди, как важно быть в общении с ними, с людьми, которые также ищут Бога, ревнуют, жаждут с теми людьми, которые действительно думают о вечности. Смотрите, выбор вести и наша реакция. Когда здесь я нес служение, неоднократно встречался с такой с таким явлением, сестры большей мере, иногда братья, сестры, может быть, сестер больше, просят помолиться, говорят, пожалуйста, помолитесь, завтра я иду к врачу, я сдала или сдал анализ на онкологию, на страшную болезнь. И помолитесь о чем? Чтобы результаты анализа были хорошими. Мы понимаем, что за этим стоит, и вместе с тем оно как-то так звучало, ну что, Бог будет менять, как в России этот допинг спортсменами, вы, наверное, слышали, заменили, подложили, и вроде все хорошо, а потом разбираются сейчас, и медали забирают, потому что, говорят, спортсмены допинг принимали. Не будет Бог менять уже наш анализ, то, что мы имеем, мы сдали. Это уже показатель. Бог силен исцелеть. Нужно молиться не столько о том, какие будут анализы, о том, чтобы не было этой болезни, но если говорить о нашем обращении к врачу, я опять показываю и хочу увидеть вместе с вами вот эту картину, ты приходишь, да сохранит Бог каждого из вас от любой болезни, особенно от онкологии, но ты приходишь, у тебя болезнь, а врач добрую весть говорит, не обращай внимания, я вообще даже не буду тебе говорить, все отлично, все супер, все хорошо, живи и радуйся. И потом, когда болезнь, достигла своего прогресса и пика, и ты скажешь, ну если бы мне сказали раньше, я что-то принял бы, есть какие-то методы лечения, я бы в соответствии с этим действовал, почему мне не сказали, ну просто не хотели тебя волновать, весь должна быть хорошая. И обратная сторона, когда человеку совершенно здоровому чужой диагноз вешают, и он здоровый, ему говорят, ты болен, неизлечимо болен, у тебя смертельная болезнь, когда подкашивают, когда давят, как это все-таки, как это все-таки положить на весы, как это все-таки взвесить ту правильную весть, которая не просто ложно обнадежит, и как отрезать, отказаться, не принимать того, что будет лишать тебя дерзновения, лишать тебя какого-то духовного подвига. Братья, мои, сестры, я хочу, чтобы мы этот однозначный вывод сделали для себя. Нам нужны такие люди, которые будут говорить нам реальность жизни, которые станут рядом, поддержат, тогда, когда нам трудно, но которые не постесняются и скажут все то, что есть на самом деле. Книга пророка Иеремии, 7 глава, с 3 по 10 стих, Иеремии 7, 3, 10, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на всем месте. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен, но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты, вдовы, и приливать невинной крови на месте семь, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте семь на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете, и прелюбодействуете, и клянетесь в лжи, и кодите в Аллу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь при лицом моим в доме всем, над которым нарешено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Я не хочу, чтобы это слово было кому-то как некое обличение, упрека, но я читаю это слово как себе. Я говорил о том, как я понимал. Мы слышим, мы спасены, мы слышим, все нормально, все хорошо, все чудесно, не может быть каких-то переживаний. А если на самом деле этого нет? Братья и сестры, а если на самом деле этого нет? Ведь в проповеди Христа был баланс слова. Ведь когда Христос начинал свое служение на земле, будучи как Сын человеческий, Его первые слова, когда Он вошел в синагогу, Ему дали книгу, Он раскрыл и стал читать и слова «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовестводнейшим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать ледо Господне благоприятное, какая чудесная чудесная весть, исцеление, освобождение, прощение, выход на свободу. Это то, что дает нам благая весть, истинная благодать. Да и амин. Но дальше, но дальше мы находим в последующих главах горе, горе вам, и неоднократно звучит это выражение горе, горе богатое. Почему? Разве плохо иметь богатство? Горе присыщенное, разве плохо иметь питание, достаток? Горе, когда все люди будут говорить о вас хорошо, разве это плохо? А потому что люди стали этого искать. И Господь говорит одно и другое. Там же, там же, где Он говорит это горе, 46-й, 47-й стих, 6-й главы Евангелуки 46-47-6. Что вы зовете меня, Господи, Господи, не делайте того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне, и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен, и приводит дальше пример. Что вы говорите, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Братья мои, сестры, я был свидетелем множества евгелиционных служений. Не просто свидетелем, я был участником, активным участником. Я благодарен Богу за это время. Я хочу побудить вас. Пожалуйста, делайте все, зависящее от вас, чтобы евангельская весть стала доступна и известна людям. Не умолкайте. Говорите там, где вы работаете. Говорите своим соседям. Если вы говорили уже однажды, говорите второй, третий раз, четвертый и пятый. Говорите, потому что когда-то придет вечность и он скажет, ты мне не сказала. Может быть, он скажет, вы будете в другом месте, но дойдет это выражение его сердца, его души, его или ее. Или ты говорила, но так говорила, что я не обратил внимания. Скажи такие слова, которыми я спасусь. Я хочу слышать такие слова. Так важно. И, как я сказал, сколько людей приходило, я помню эти моменты. Один наш брат, благословенный, как он всегда говорил, приводил, и говорил отныне, запишите эту дату, ваши имена записаны в книге в вечной жизни, вы спасены, все, идите. Это чудесный принцип четырех духовных законов. И эти законы сводятся к тому, чтобы принять, принять Иисуса как спасителя, принять благодать Его, как спасающую. Но, я сегодня говорю с опытом моей жизни, я сегодня говорю с Библии, я сегодня говорю с реальности того, что нас ожидает. Послушайте, на все, что происходит, нам нужно смотреть с позиции вечности. Молодые люди, присутствующие здесь, я желаю, что вы жили долго, братья и сестры, уже в возрасте, дай Бог жить, ходить своими ногами, но на все смотреть с позиции вечности. А если завтра, а если завтра мой переход, как я буду выглядеть перед Ним? Так вот, запишите, четыре закона примите. Слушайте, только глупый и ленивый отказывается от того, что Ему дают. дают вечную жизнь, дар. Я-то в нее не сильно верю. Повторю молитву. Хай Будде. Да? А чего ж? Подчеркиваю, только глупый, не думающий о том, что придется умирать. И ленивый. Ложку взял, дарта донести не хочет. Конечно же, прими. Но этого недостаточно. Этого недостаточно, братья и сестры. Почему? Потому что мы принимаем верою, принимаем. По благодати получаем прощение. Спасение только по благодати. А потеря спасения по чем? По делам. И потому четыре закона, говорящие принятие, правильно. Пятый закон, принятое, сохрани. Сохрани. Живи. Ты назвал Иисуса спасителем? Недостаточно. Назови Господом. Недостаточно. Назови. Живи в понимании того, что Он Господин твоей и моей жизни. Живи в понимании того, что Он является тем, пред кем каждый из нас даст отчет. Мы не затеряемся в толпе. Мы не смешаемся с множеством людей. И когда мы говорим, братья и сестры, о неком балансе, я продолжу потом, но это не есть смешивание. Это не просто взять немножко горячего, немножко холодного и получить теплое. Теплое. Вы знаете, ты не холоден, не горяч. Извергну тебя. Это не взять белое и черное. И что будет с белым и черным? Серенькое. Нет. Есть белое, есть черное. Есть горячее, есть холодное. Есть то, что есть. И Евангелие радикально по своей сути. И Евангелие меняет человека до глубины его души. Если он позволяет, он становится другим и живет в соответствии с тем, что Иисус не только его спаситель, но его господин. А это средненькое. Это, как знаете, как средняя температура в больнице. У кого-то 42,5 горит. Горячка. А кто-то лежит в морге. И там низкая температура. А в среднем по больнице 36,7. Все хорошо. Нет. Нет, братья мои, сестры. Я хочу, заканчиваю, я хочу сказать это выражение, то, что движет мною. Я хочу, чтобы мы на этом стояли. И апостол Павел, обращаясь к ученикам своим, говорит эти слова. Деяние 20,32. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. я хотел бы, чтобы слово благодати, слово Божие, являющееся абсолютным авторитетом нашей жизни, слово Божие, позволяющее нам определить, где мы, на какой стороне, чтобы мы были людьми, которые очень прилежно вникали, рассуждали. Помните, верицы были благомыслием, фессалоникские, они вникали, как написано, они приняли слово с усердием, ежедневно разбирая описание, точно ли это так? Потому что в конечном итоге, в вопросе баланса, как найти баланс, буду потом, но в этом вопросе авторитетом является правильное понимание Божьего слова. Кто-то добавит и предупреждает нас откровение последней стихи, кто-то отнимет и звучит опять же грозный голос. А если отнимешь от слов пророчества книги сей, отнимется участие в книге жизни, добавишь язвы какие-то будут наложены, как важно не быть в одной или в другой крайности, не заверять людей, просто вы спасены, мы спасены, как важно искать не того, что скажет служитель, все нормально, все хорошо, что скажет тебе Дух Святой, сей самый Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, личное восприятие того, что ты Дитя Божье. И вот эта песня, которая звучала, пусть весь мир твердит иное, пусть все говорят другое, не только 400 пророков, весь мир будет твердить иное, а ты скажешь, а я знаю, я Христом спасен, амин, я желаю мои братья и сестры, очень желаю, молиться буду об этом вместе с вами, чтобы мы не успокаивали себя, мы спасены, мы спасены, здесь храм, я в церкви, я в списках, я крещение принял, чтобы мы имели личное подтверждение Духа Святого, что мы были в том правильном балансе слушателя, который не ищет приятных слов, которые будут щекотать наш слух, так дословно переводится это выражение, будут просто нам говорить приятные речи, и вместе с тем не искать таких, которые будут Христ стать плеткой своих слов направо и налево, потому что когда Бог говорит, Он говорит правду, Он говорит так, что человеку больно, но вместе с тем и Бог показывает, есть выход, висит над дверькой табличка выход, это не просто выход с этого здания, у Бога есть выход с любой ситуации, у Бога есть выход с любого положения, если Бог начал свою работу с тобой и со мной, братья и сестры, доверьтесь Ему, Он доведет ее до конца, но доверьтесь, ну позвольте, ну скажите Господь, если, если будет больно, и ты, может быть, скажешь, нет, я не хочу, а я хотел бы, братья и сестры, чтобы даже если будет больно, но вы были вместе в славе Божьей, давайте поднимемся и об этом помолимся к Господу.